привет 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 так я тут выбираю чтобы поинтереснее было нам как вам так сердечки летят веселее смотреть на меня опять я без предупреждения в эфире как я и говорила просто очень хочу поделиться одной темкой очень интересны интересными мыслями как видите я сегодня в офисе я сегодня как мне муж сказал такая сякая сбежала из дворца почему снимаю горизонтально чтобы вы понимали переворачивайте свои телефончики потому что запись я выкладываю на канал youtube а канал youtube любит чтобы все было горизонтально потом возможно также еще в идите ли выложу чтобы щетей сохранилась запись так сейчас немножечко подождем кто еще присоединится к нам почему ушла в офис работать и кстати спасибо большое наши наставницы елене малышенко за то что она вот держит оборону ну в плане того что офис работает и будет работать и не закрывается ни на секунду и доставка всех заказов нашем городе осуществляется и на дом и по всякому в общем короче в общем все есть все маршрутные листы все разрешения юридические документы почему мы можем работать почему мы можем перемещаться по городу хотя в принципе у нас никто не останавливает вот ну на всякий случай у нас есть документы я вот тут пришла может как до вечера поэтому я с собой взяла вот такой вот вкусный обед и возможно даже ужин я с собой взяла блендер наш портативный надеюсь не сядет батарейка потому что зарядку я не взяла вот буду здесь кушать также мне еще сейчас покажу у меня наш протеиновый батончик это вместо полдника у меня будет в общем я тема эфира сейчас расскажу я сейчас расскажу о чем вообще сегодня у меня произошел очень интересный диалог с утра дело в том что девочка однажды была у нас в структуре фаберлик это было давно еще года два с половиной назад может быть года три назад пришла девочка потом как бы наши пути разошлись вот и сегодня она появилась моей жизни снова девчонка молоденькая очень я помню тогда и по моему лет 16 или 17 было сейчас она старше естественно вот и она мне сама написала и мы с ней созвонились так вот девчонка начала мне рассказывать о том что она нашла варианты заработка сейчас в кризис очень интересная и хочется поделиться этой идеей ну а я человек адекватный да естественно всегда выслушиваю все что мне говорят вот значит и в итоге слушая ее я понимаю что девчонка короче вляпалась пирамиду так как я девочку знаю я ее помню мы с ней много общались в плане сетевого бизнеса да она у нас даже на какие-то квалификации небольшие выходила в домашнем бизнесе вот и мне на самом деле стало так немножко жалко жалко в плане того что но я то с высоты как бы своего полета уже сетевого до 4 года я этих всех схем пирамидальных повидела как бы они там не назывались как бы они там не маскировались смородиновый у меня малина смородину любит антон вот там вы пирамиды не маскировали листом под платформы кэшбэков вы помните все все win win people capital как они громко звенели вообще как много сетевиков они подпокосили из фаберлик уходили целыми структурами туда и такие же компании вот что-то связаны с туризмом тоже туда люди уходили много и из других сетевых компаний прям реально толпами уходили реально был хайп невероятно вот именно в плане win win people и после вот этого вот яркого яркого хайпа произошло что произошло формирование примерно таких же маленьких только уже не таких глобальных да потому что товарищ агафонов он почву-то подготовил информационную то есть он несбукты барахты такую компанию создал он сейчас подготовил почву нас собирал много сетевиков которых он там качал обучал прокачивал там и так далее а потом на уже готовы на готовый личный бренд естественно он повел своих за собой людей вот и получилось так что после вот этой истории очень яркой я четко помню вот у меня есть может можно сказать практически мой наставник уже как бы не не форма неформально да чисто ментально пётр чубара он помню как-то тоже про это говорил и он сказал что я буду я ждусь жду не дождусь того момента когда я станцию на костях этой компании в итоге сейчас как где вы видите да где вы видите эту компанию но нигде ее собственно не слышно не видно где-то там единицы копошат потихонечку по-тихому да ну хайпать хайпить уже никто не хайпит уже по факту никто это не помнит так вот девочка она как бы ну зарегистрировалась именно вот в такую такую пирамидальную систему то есть это бинар да кто я просто для чего этот эфир провожу ребят нужно просто разбираться и нужно понимать чего вы хотите вообще каким образом вы хотите деньги зарабатывать я не говорю что в таких схемах нельзя зарабатывать деньги можно можно зарабатывать таких схемах деньги и win win people и в той я даже не запомнила какое название потому что за все вот эти вот годы что четыре года я в сетевом этих названий вот так вот меняется понимаете они вот так вот вспыхивают погасают вспыхивают погасать либо же они переименовываются да и выходят на рынок как новая какая-то компания типа платформа кэшбэки там все дела значит суть в чем рассказываю несколько вариантов заработка первый вариант возврата денег практически стопроцентный кэшбэк на на известных магазинах но всем возможно вы слышали там и ламода там и всякие там и и доставки еды и там это и 5 10 короче да типа ты этими магазинами через платформу пользуешься тебе капает кэшбэк ты можешь правда чё с ними делать не знаю выводится не выводится но не суть не суть до дела а второй вариант ты инвестируешь деньги то есть небольшие суммы ты инвестируешь короче типа ты как инвестор выступаешь вот этой платформы вот и самое интересное что приводится пример с инстаграмом но я бы никогда в жизни бы не сравнивала instagram с какими-то мимолетными вообще непонятными конторами тем более что регистрация этих контор в россии российской федерации запрещено то есть вы когда смотрите на значит вот такие вот форматы да то есть вам нужно понимать а где зарегистрировано документы сразу посмотреть потому что все это зарегистрировано в офшорах потому что это финансовая пирамида по своему законодательству российской федерации ее быть не должно тот же win win people капитал был зарегистрирован в офшорах то есть это как бы все знали следующий момент а значит а ты приходишь и для того чтобы тебе выгодно пользоваться кэшбэками тебе что нужно как вы думаете угадайте думаете просто так вы приходите сразу там начинаете что-то там короче бабло стричь нет ребят вам нужно купить карточку карточку купить понимаете карточку купить и в зависимости от того просто ну понимаете да что карточка это воздух ну как бы ясно зависимости от того какую карточку вы купите вам определят ваши так скажем полномочия то есть чем дороже эта карточка тем интереснее вы занимаете место в бинаре тем больше у вас там процент из тех людей, которые придут после вас, тем больше каких-то выгод, ну и так далее, в общем, короче, настоящая схема, приди, принеси деньги и приведи того, кто принесет деньги, я задаю вопрос, входные пакеты, совершенно верно, да, просто они по-разному называются, кто-то их называет картами, кто-то называет пакетами, кто-то называет там, короче, ну короче, по-разному, знаете, вуалируют, потому что слово пакет это уже понятная схема, уже всем знакомая, да, вот, ты занимаешь это место вот в этом бинаре, формат бинара, нормальная сетевая компания, ни одна, ни одна нормальная сетевая компания не использует бинарный маркетинг, почему, объясняю, потому что если математически посмотреть, ну, кто разбирается в математике, да, там, кто бухгалтер, кстати, очень хороший, Таня, это я тебе сейчас говорю, вот, если интересно, можно сесть и просчитать, бинарный маркетинг-план всегда математически конечен, то есть наступит момент, когда в этом бинарном маркетинг-плане придут люди, которые 100% не заработают денег, не заработают денег, и кто идет в такие форматы, кто идет в бинарный маркетинг-планы, даже есть, кстати, бинарный маркетинг-планы и в компаниях с продуктом, например, APL, все, наверное, слышали, да, научим весь мир сосать, леденцы волшебные от всех болезней, короче, вот, только я узнаю, допустим, девочку, за которой я наблюдаю уже пару лет, вот, что-то как-то, как-то на сладких леденцах у нее только все больше и больше растет попа, так вот, есть, да, то есть бинарный маркетинг-план, но опять-таки там тоже, понимаете, как, то есть вроде бы есть продукт, но тоже, вот ты, если на вот эту сумму войдешь, на продукты себе леденцов накупишь, ты, короче, вот одно место будешь занимать, у тебя одни будут, короче, преимущества, а если ты вот на вот такую сумму возьмешь леденцов, вот у тебя там будет прям мега-мега преимущество, то есть понимаете, да, то есть кто идет в такие форматы, два типа людей, объясняю, первое, это те люди, которые не понимают, куда их пригласили, которые реально, вот, как они вот на это ведутся, да, вот так и ведутся, ребята, почему, вот, вы знаете, часто сетевики ведутся, я почему с вами сейчас об этом говорю, да, потому что в кризисное время, почему я вышла в этот эфир, в кризисное время, сейчас вот таких форматов очень много будет, когда будут приходить и давить на боли, на ваши боли, дорогие наши сетевики, потому что, что мне говорила девушка, ежемесячный товарооборот делать не надо, квалификации подтверждать не надо, то есть по факту, я говорю, а деньги откуда? Если не проходит повторяющегося товарооборота из месяца в месяц, либо из периода в период, да, там, как в нашем случае, три недели, вопрос, откуда берутся деньги? И мы тогда только дошли до того, потому что все сначала красиво начиналось с кэшбэков, типа, ты же хочешь экономить, ты же хочешь брать продукты, ты же хочешь, чтобы тебе деньги возвращали, сейчас же это мега актуально, я говорю, да, актуально, но а деньги откуда берутся? И только тогда было сказано, что есть пакеты, что ты должна еще прийти, купить пакет на определенную сумму денег, и, короче, каждый месяц там его еще и покупать, этот пакет, в общем-то, чтобы ты дальше могла пользоваться данной платформой. Я говорю, так, вопрос, а с чего зарабатывает человек, который решил строить, ну, сеть, так называемую? Все очень просто, он зарабатывает не с того товарооборота, который дают магазины, кэшбэки, он зарабатывает с входных пакетов, понимаете, ребят? Да, сейчас как грибы будут эти компании, вообще вот так вот вырастать и просто вот собирать просто хомячков, вот этих мы их называем с Антоном, хомячки, которые пришли, им надо здесь и сейчас, а еще лучше вчера, то сделать ничего не надо, зачем квалификации подтверждать, ой, а зачем личный объем каждый раз делать, это не надо, но что нужно в данном, я не говорю, что в данной схеме нельзя заработать деньги, можно, это можно заработать быстро деньги, но недолго, вы даже миллион там можете заработать, но это будет одноразовая акция, почему, потому что, чтобы повторить на следующий месяц ваш доход в миллион рублей, вам нужно ровно столько же попахать, реально попахать, то есть найти таких людей, которые на это клюнут, которые придут, которые купят какие-то пакеты и тоже в идеале начнут, конечно, тоже людей приглашать, да, но так как мы знаем, да, мы все как бы работаем, мы знаем, насколько люди ленивые, насколько люди зашоренные, то есть, ой, я не могу работать с людьми, ой, да я не буду, ой, да мне там некогда, даже люди обучения двухчасовое проходят по две, по три недели, да, о чем говорить вообще, поэтому суть в чем, суть в том, что туда идут люди, которые не понимают, где вообще истина, понимаете, вторые люди, которые туда идут, которые все прекрасно понимают, которые прекрасно понимают, что они приходят туда заработать только для себя, то есть, они не парятся по поводу тех людей, которые приходят после них, они вообще не парятся, то есть, это, знаете, это вот, ну, смысл считать их за людей, то есть, это просто цифры в бинаре, потому что человек, который приходит в бинар и понимает, что этот бинар, он конечен, и что за ним придут люди, которые не заработают, скорее всего, деньги, он не заботится о судьбах этих людей, то есть, где они будут брать, в кредит, не в кредит, там последнее у детей забирать, его это абсолютно не волнует, поэтому мы называем таких людей сволочи, то есть, первые люди, которые туда приходят, это глупые люди, не разобравшиеся, вторые люди, это сволочи, которые все прекрасно понимают, это либо сетевики, да, сетевики, бывшие, либо текущие сетевики, которым, типа, надоело, они устали от продуктового маркетинга, ой, вот это продукт, вот это то-се, короче, да, и вот они идут в бинар, там хайпают, да, потом, конечно, они, это все, хайп разваливаются, они идут в очередной другой, то есть, я знаю лично таких сетевиков, которые, так вот, знаете, из хайпа в хайп перемещаются периодически, ну, как бы, ну, это не на десятилетия, понимаете, тема, не на десятилетия, в чем разница, я просто сразу объяснила, вот, девушке этой, мы с ней, кстати, очень хорошо пообщались, абсолютно адекватно, я ей просто попросила разобраться самой, самостоятельно просчитать бинарный маркетинг план и вообще понять, откуда деньги берутся в компании и почему вообще опасно даже в таких компаниях зарабатывать даже минимальные средства, потому что она неофициальная, то есть, деньги приходят на карточку физического лица, вы знаете, что, с какого месяца, точно не помню, да, но вы знаете, что налоговая сейчас отслеживает, то есть, банки обязаны оповещать налоговую, что какие-то движения идут, то есть, допустим, я мамочка в декрете, у меня, по идее, детские должны быть, ну, короче, типа, я мамочка в декрете, у меня детские там 7 тысяч, 7-8 тысяч, и тут хопа, мне, короче, на карту приходят, там, 50, 100, 200, там, да, миллион, короче, приходят, здрасте, приехали, думаете, налоговая не заинтересуется, уже очень много разных уголовных дел эту тему заведено. И вот, кстати, у нас в команде девочка пришла, тоже она, у нее есть опыт работы в матрицах, вот в бинарах, и она вот честно и откровенно признает, что да, там деньги можно зарабатывать, но недолго, и это реально каторжный труд, потому что ты постоянно в поиске новых людей, потому что там доходы идут только от свежей крови, только от свежих душ, понимаете, вот пришли, выложили вот с этого нового, потому что нет повторяющегося товарооборота, вы понимаете, то есть, если, допустим, человек приходит в Фаберлик, мы его подписываем, мы ему дарим скидку, и он самостоятельно, без напоминания наставника, просто ходит в магазин и покупает товары ежедневного спроса из месяца в месяц, из месяца в месяц, 15 порций на 15 дней, вот этого коктейля, через 15 дней у него он закончится, он пойдет и купит еще, еще через 15 дней он купит еще, и его родственники купят, понимаете, вот отсюда идет товарооборот, то есть, тут все прозрачно, тут все понятно, откуда берутся деньги, там берутся деньги только с новых людей, да, дальше, по поводу, да, легальности уже сказала, я просто, ну, как бы, ну, реально уже надо, надо об этом трубить трупы, потому что сейчас вот многих даже сетевиков будут на это звать, типа, что ты там сидишь, короче, там, там надо подтверждать, там, ЛТО надо делать, у нас нет ЛТО, у нас нет того, у нас нет всего, а я говорю, и денег у вас тоже долгосрочных нет, я расскажу, как бы, на примере, вот смотрите, нас в компании Фаберлик не было полтора года, ну, вот, кто знает нашу историю, да, у нас была история, я ее абсолютно не стыжусь, об этом всем говорю, это шикарнейший, невероятный опыт просто наш с Антоном, который был в НЛ Интернешнл, мы невероятно благодарны этой компании, всем наставникам, которые были причастны к нашему росту, и нас не было полтора года в структуре, как вы думаете, что произошло, да, структура немножко просела, да, но те люди, которые любили продукт, которым пользовались, которые в него просто вот влюбились, потому что качество, цена, ассортимент, подарки, там, всякое, там, всякое такое, 5-10, да, им это нравится, смыслом ходить в другой чужий магазин, брать непонятно, что, какого качества, где-то разлито Подмосковье, рассыпано в подвале, этикетки просто фирменные налепили, и вот вам и все, да, там, всякие фосфатные вонючие порошки, которые даже вдыхать запрещено, да, они все берут здесь. Здесь, ребята, пассивный доход, это то, чего не будет никогда у вас бинаров, никогда. То есть у меня в структуре сейчас немного людей, которые именно вот стремятся закрывать квалификации, немного, но очень много людей, процентов 90 всей команды, это те люди, которые просто любят продукт, которые просто из месяца в месяц, из каталога в каталог, им пользуются. И вот это тот самый настоящий сетевой, когда тебе не нужно упахиваться, когда тебе не нужно по 50 первых линий каждый месяц открывать для того, чтобы из этих 50 хотя бы один был адекватный, который начнет тебя дублицировать, понимаете? Мне не нужна постоянно свежая кровь, да, новые люди, конечно же, нужны в любом сетевом, нужно всегда на любом этапе, неважно, какой вы там директор, директор обычный, национальный директор, партнер компании, вам всегда нужны новые люди, первую линию. А почему? Потому что первый момент, вот мне однажды такое сравнение рассказали, вот если прямо сейчас, прямо сейчас в команде у меня больше тысячи человек на данный момент, и 90% из них обычные дисконтные покупатели, процентов 10 только лидеры, даже, наверное, меньше 10, но это не мешает зарабатывать свои деньги. Значит, смотрите, почему нужно постоянно, вот если прямо сейчас, сиюсь, секунду, перестанут на земле рождаться новые люди, дети перестанут рождаться, что произойдет, через сколько лет, посчитайте, через сколько лет вымлет все человечество. Вот то же самое и в ваших командах, то есть, если вы остановились в рекрутинге, даже те люди, которые есть у вас сейчас, неважно, сколько у вас, тысяча человек, 10 тысяч человек или 500 тысяч человек, неважно, они рано или поздно просто рассосутся. Ну, кто-то, может быть, останется, да, там, в плане пользования, да, естественно, безусловно, но постоянный рекрутинг. Второе, почему нужен постоянный рекрутинг, но не такой, знаете, вот как в бинаре, когда, блин, там есть минимальный план, чтобы ты вывел деньги. Вот тебе нужно минимум привезти вот столько-то людей с вот такими пакетами, чтобы тебе вообще компания заплатила, вот эта платформа заплатила. Об этом же никто не говорит, особенно новичкам, вот таким новичкам, как вот девушка, с которой я сегодня разговаривала. Вот, то есть тебе нужно там реально постоянно, 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 знаете, как дикобраз вот этого, где мне взять, у кого бы мне забрать эти 700 рублей, там тысячу, тысячу рублей, там 100 долларов, не знаю, там, какие пакеты, в общем-то, это не важно, да, но ты постоянно в режиме, у кого бы мне забрать деньги. То есть если мы в формате Фаберлик в режиме, кому бы мне дать возможность, кому бы мне подарить скидку, кому бы мне дать возможность экономить свои деньги на покупках компании Фаберлик, кому бы мне дать возможность здоровье свое поправить, на наших БАДах и коктейлях, то там совсем другой посыл, понимаете, там энергия совсем другая, у кого бы мне забрать, чтобы хоть свои вот эти вывести, понимаете, которые я по факту не вижу, потому что мне надо, как вот это, как белка в колесе крутиться. Второй момент, почему еще нужно рекрутировать? Когда лидер рекрутирует, неважно в какой квалификации, он постоянно нарабатывает свой профессионализм. То есть не рекрутирующий лидер, тот, который не работает долгое время с новичками, это, знаете, как обожравшийся кот. Вот у него и когти есть, и зубы у него есть, но он такой толстый, ленивый, что мыша будет вокруг него вот так вот бегать, он даже лапу не поднимет, ее не поймает, понимаете, вот в этом случае, как бы, ну все, можно сказать, лидер погиб, как лидер, вот, это тот, который не рекрутирует самостоятельно и лично. Ребят, не успеваю все комментарии читать, вот, поэтому, прежде чем, как вам кто-то придет и скажет, у меня есть шикарная возможность, ты можешь прямо с первого дня зарабатывать там 3000 рублей, ты можешь там на кэшбэках экономить, ты даже и не на кэшбэках пофиг, сейчас вообще неинтересно, вообще, вот эти, знаете, сейчас особенно неактуальны стали вот эти туристические моменты в связи с закрытием границ и так далее, я вообще не представляю, что сейчас делают те люди, которые вложили туда огромные просто деньги, я просто знаю лично таких людей, которые там работали, в общем, что, что, ну ничего не случилось, да, как говорится, ну, кто ж виноват, да, и, а как потом, ну, людям в глаза смотреть, а если это твой теплый список, а что делать, потом не здороваться на площадке, ну, в общем, короче, полный треш сейчас будет твориться, наверное, я самое главное хочу вам донести, дорогие наши, команда наша, да, наши коллеги по сетевому бизнесу, кто смотрит это видео, пожалуйста, будьте сейчас на чеку, будьте осознаны, поверьте мне, для того, чтобы состояться в компании Фаберлик, не нужно быть семи пяди во лбу, нужно делать абсолютно одинаковые действия, но каждый день, нужно давать возможности людям увидеть, что можно зарабатывать в Фаберлик и как самое главное, то есть каждый день, чем больше людей вы оповестите по поводу возможности, что здесь есть эко-магазин с 8000 номинований, где вы приходите и покупаете, где вы экономите свои деньги, где вас просто компания заваливает подарками, где качество гораздо выше, чем в ваших супермаркетах, и наравне я вам хочу сказать с некоторыми сетевыми компаниями, которые в 2-3 раза дороже, да, такими же продуктами торгуют, вот, у меня тут батарейка садится, сейчас буду заканчивать, вот, дальше, что вы можете на продажах зарабатывать, на вот этих вот продажах, да, на качественных, профессиональных, кстати, не в каждой команде профессионально обучают зарабатывать на продажах, мы обучаем, ребят, в нашей команде мы обучаем, как зарабатывать на продажах, без клетчатых сумок, без надоедливости, без вот этого, а, а, купи у меня, пожалуйста, умоляю, то есть вот этого всего у нас нет, без навязывания, без тюхивания, без паривания и так далее. Дальше, возможность, что здесь можно не просто, вот, приходить там пользоваться, здесь можно еще путем выстраивания сети до 65% оплачивать свои заказы деньгами компании. Ребята, как вам такое вообще? Вы вообще о таком знаете? Что 65% ваших заказов готова оплачивать компания в том случае, если вы начинаете рассказывать о возможностях другим людям, в вашем окружении, там, через таргетинговую рекламу, как хотите, берите, обучайтесь. Вы знаете, что сейчас компания делает? Она вам все дает бесплатно. То есть сейчас вот проходит вот эти, наш элитный марафон, да, то есть элита компании Faberlic приходит делиться в открытую своими наработками, там, своим опытом, да, своими историями. Вам сказали сделать 100 баллов или 200 баллов, чтобы попасть на эти вебинары? Никто не сказал. Вопрос, кто из вас смотрел? Часто, конечно, если вы, ну, как бы не постарались, не поработали на какую-то информацию, то эта информация обесценивается. Это я знаю, да. Но низкий поклон компания, она, наверное, таким образом, так скажем, фильтрует реально активных, адекватных ребят сейчас в нашей вот структуре и вообще, в принципе, в нашей компании. Вот. Дальше, обучение от Марии Азаренок, обучение от профессиональных таргетологов, как настраивать рекламу, кто из вас смотрел? Вот вы сидите и часто мне говорят, Алена, где мне брать людей? Алена, я не знаю, где мне брать людей, я не знаю никакие методы, что мне делать? Пройдите хотя бы что-то от того, что дает компания бесплатно, даже не за активацию, там, не за 50 баллов, не за 100, не за 200, не за 500, а просто бесплатно, что называется, бери и делай. Для того, чтобы состояться в Фаберлик, не нужно считать, что вот ты пришел, короче, и тебе там, не знаю, вот просто вот все должны, и, короче, там, в общем, ты делать ничего не будешь, и оно само как-то пойдет. Нет, ребята, так это не работает. Это даже в пирамиде так не работает. Потому что часто приходят люди в пирамиду очень очарованные, а потом уходят мега разочарованные. И самый большой минус в этом всем в том, что люди сравнивают потом Фаберлик с пирамидой. То есть они не видят разницы, они что там не разобрались, что тут не разобрались. А, все, одна хрень, короче, под одну ребенку. Наша задача как профессионалов, наша задача как резидентов нашего проекта, потому что у нас не просто какой-то сетевой проект, у нас школа бизнеса, у нас школа предпринимательства, у нас школа развития человека, у нас мега прокачки проходят по этому поводу. Вот, у нас, наверное, самая читающая структура вообще, в принципе. Мы заставляем прям насильно книжки читать. Вот, наша задача – это информационное поле правильно формировать, чтобы как можно больше людей, даже придя в наш проект, даже пройдя через наше обучение, даже если они не останутся в качестве бизнес-партнеров, чтобы они от нас уходили с правильной информацией в голове, чтобы даже мысли у человека не возникло, что это какая-то хрень, чтобы он просто, если бы у него спросили, а что там Фаберлик, ой, ну, там интересно, в принципе, ну, это просто как бы я пока не буду этим заниматься, либо я не стала этим заниматься, потому что у меня времени нет, либо я понял, что я хочу заниматься чем-то другим. Но ни слова плохого про Фаберлик. Вот наша цель, понимаете, потому что в этой компании, вот то, что я сейчас здесь работаю, я здесь активная, да, это хорошо, это классно для меня, но мне важнее, а что будет с моей структурой через 5 лет, когда через 5 лет придет новичок, придет новичок, и в каком информационном поле он окажется, вот это для меня важнее. Потому что если через 5 лет придет новичок, а в Фаберлик просто похоронили неактивные, неактивные, непрофессиональные сетевики, которые спамят, которые, вот как вчера я рассказала, автоворонками людей фигачат, да, то есть как бы там они, они не видят судьбы людей за этими автоворонками, они людей самих не видят. Нет отношений, нет, нет человечности, нет ничего. А вы знаете, в наше время, в самоизоляции, вот этих карантинов, вот этих вот, вот этого полного трэша, который сейчас происходит, сейчас самое важное сохранять человечность, самое важное, потому что все вот эти вот вещи, которые происходят, вот это информационные атаки, они, так скажем, побуждают людей забыть о том, что они люди. Когда, вот помните, были моменты, когда там в Америке за туалетную бумагу дрались, это что, человечность? Вот самое страшное, когда вот в кризисные времена люди теряют вот эту человечность. Наша задача в сетевом это все сохранить, да и вообще в принципе сохранить в душе каждого человека, потому что это самый ценный якорь, который будет вообще держать весь мир в будущем. Это человечность, это отношения, это коммуникация, это доброта, это любовь, а не так, прийти как можно больше, там я запулю как можно больше у людей, а там кто выплывет, тот выплывет. Ребят, мы, например, так не работаем. Каждый человек, который к нам приходит, лично от меня, допустим, который ко мне приходит, да, он получает полностью все, все, что я могу ему дать, главное, чтобы он этого смог унести. Вот. Ребят, желаю вам быть осознанным, включайте свои мозги, когда вам кто-то что-то где-то предлагают, особо не ведитесь на сладкие речи, я, например, никогда никому в уши не дую. Я рассказываю, здесь надо работать, здесь надо учиться. Хочешь зарабатывать 100 тысяч, значит, ты должен стоить 100 тысяч, твои навыки профессиональные должны стоить 100 тысяч. Хочешь зарабатывать 300 тысяч, соответственно, как бы, ну, повышай свои навыки, и будет тебе 300 тысяч. И не важно, сколько людей ты там будешь загонять в проект, там, по таргету, да хоть 100 человек в день, не будет это работать, пока вот здесь вот не переключится вот небольшой такой тумблер. Вот. Спасибо вам большое, что были на нашем эфире. Запись смотрите 24 часа здесь в Инстаграм, либо через несколько минут эта же запись будет на нашем канале. Антон и Алены Юртаевы, кстати, подписывайтесь, ставите уведомления, пишите комментарии. Были ли вы в пирамидах? Как вам вообще? Сколько заработали? Если не сколько не заработали, ребят, приходите к нам в проект. Мы вас научим, как профессионально это делать. Всем спасибо большое. Всем пока.